Гамарджи Багенадсвали Дрес О'Джахури Сегодня мы приготовим одно из простейших блюд грузинской кухни Это достаточно простое блюдо Оно так и называется семейное В переводе с грузинского языка О'Джахури означает семейное Здесь тоже есть определенные свои тонкости в приготовлении Поэтому мы сегодня приготовим достаточно простой рецепт И доступный по своим ингредиентам Ну а вы посмотрите, как мы это готовим Для начала мы возьмем картофель Картофель жарится дольше всего И нарежем его такими долечками Прямо с кожурой Картофель нужно обязательно тщательно мыть снаружи Чтобы земля не попала в блюдо Вот я мою картофель обычно такой губкой Которая имеет поверхность Которая моет посуду Вот и поэтому Она у нас полностью чистая Жарить мы будем на растительном масле Мы будем потихонечку закладывать ингредиенты в сковородку Поэтому в сковородку мы возьмем достаточно объемную По площади большую Чтобы мы могли спокойно обжарить все имеющиеся у нас ингредиенты Вот сперва мы кладем картофель Предварительно посолим для того, чтобы обезопасить себя от брызг воды И начинаем жарить Картофеля у нас немного Мы жарим небольшое количество Вторым этапом мы положим лук Лук жарится чуть дольше мяса Вот мы используем тут нарезку долькой Достаточно крупной, чтобы это выглядело фактурно То есть это достаточно крупная нарезка Потом мы положим лук Вот наш картофель жарится Сейчас мы успеем порезать Свинину Свинину желательно нарезать такими большими кусочками Нам важно сохранить сочность мяса Поэтому мы порежем ее большими кусочками Свинина Это такое мясо, которое достаточно быстро обжаривается Его важно доготовить до конца Но оно жарится достаточно быстро Поэтому На приготовление такого Куска по своей толщине Нам потребуется не больше 5-6 минут Для того, чтобы его полностью приготовить Но при этом сохранить сочность И чтобы оно у нас не пересохло И соблюсти санитарные еще нормы Вот значит мы сейчас переворачиваем картофель на другую сторону Одна сторона у нас уже хорошо подрумянилась Вот и сейчас мы положим лук Я чуть-чуть поперчу лук Чтобы усилить его ароматы И может быть даже добавлю чуть-чуть маслица Чтобы лук жарился Все это мы делаем на достаточно сильном огне Поэтому ингредиенты лучше подготовить заранее И чтобы быстро это приготовить Если вы хотите приготовить ужин с этим блюдом И планируете есть салат Салат уже должен быть готов Вообще горячее блюдо Не должно ждать слишком долго Для того, чтобы употребить все хорошо вовремя Ну где-то нам на это количество нам потребуется Пару помидоров Вот здесь мы уже лук жарим достаточно сильно То есть нам нужна здесь такая корочка Вот картошка уже с другой стороны поджарилась Мы можем уже начать перемешивать все вместе Можно для аромата положить буквально зубчик чеснока На этапе обжаривания картофеля и лука То есть чеснок даст свой аромат Но не будет играть важной роли То есть на этом этапе можно добавить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь мы кладем свинину Стараемся класть ее на сковородку Они потихоньку отодвигая картофель Вот это блюдо можно даже встретить И в кафе или в ресторанах Особенно те, которые проповедуют Приготовление домашней кухни Поэтому блюдо достаточно Несложное приготовление И многие его любят Вот свинина у нас уже начала жариться Сейчас мы ее перевернем Если свинина жирная То можно сперва вытопить шкварки И пожарить уже на нем Но это уже вопрос любительский Сейчас нам нужно посолить это все дело Так, процесс у нас практически подходит К завершению Свининка у нас уже поджарилась Картофель тоже И теперь самый главный вопрос Это помидоры Мы кладем сверху помидоры И у нас есть еще немножко времени Для того, чтобы нарезать Петрушку Для украшения За то время, пока помидоры Находятся в сковородке Они сейчас дадут сок Этот сок пойдет вниз И слегка нам Скажем, даст сочность этому блюду Вот, наши помидоры Начинают обжариваться И блюдо подходит к своему финалу Мы, как всегда, в наших горячих блюдах Не доводим помидоры До полного растворения Они доходят у нас до Такого маленького прогрева Практически внутри сырые Но теплые Это очень важно За этим следить Ну вот, наше блюдо Практически готово Мы готовы к тому, чтобы Положить это на тарелку Можно, конечно, взять часть картофеля побольше, чем мясо Тогда блюдо получится более насыщенным вкусом картофеля Здесь мы взяли побольше свининки Я думаю, что мужской части вашей семьи Вариант с большей свининой Понравится больше, чем с картофелем Вот, в принципе, и все Достаточно такое простое блюдо Которое готовится достаточно быстро И легко Называется это уджахури В переводе с грузинского языка означает семейное И главное сосредоточиться на процессе Подготовить все нужные ингредиенты Для того, чтобы они были непосредственно по-другому Потому что процесс приготовления очень быстрый За ним нужно следить Он проходит на высокой температуре И чтобы не пропустить моменты Нужно находиться рядом со сковородкой Поэтому приятного аппетита До скорых встреч Нах вам диз Субтитры сделал DimaTorzok